Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также богослов по образованию. Сегодня, сидя в кафе с дочкой, мне пришло сообщение от подписчицы. И завязался некоторый разговор. Естественно, я 24 на 7 в теме. И, наверное, никогда полностью не выключаюсь из работы. Особенно, учитывая то, что мне пишут письма в таких сложных обстоятельствах. И это очень трогает, так как я эмпатичный человек. Я хотела с вами поделиться. И девушка тоже разрешила, дала согласие. Сначала она меня поблагодарила за то, что я веду канал, за то, что я просвещаю на тему НРЛ. И я спрашиваю, нужна ли вам моя помощь как психолога. Хотите записаться на консультацию или нет. Она сказала, что еще пока не созрела. Но сейчас происходят некоторые такие события, которые толкают ее снова и снова задуматься о разводе. И слово за слово так получилось, что она мне рассказала, что муж изменяет, у него есть любовница. И плюсом ко всему, она сейчас находится на больничном из-за синяков. Я не просила прислать фотографию, она сама прислала фотографию. И это действительно очень жуткая фотография, где у женщины все лицо изуродовано с большими синяками. Тогда я говорю вам не просто к психологу, нужно вам вот прям сейчас нужно идти в полицию, писать заявление. И она сказала, что муж запугивает, что он приводит какие-то там свои слова. На самом деле это не важно, вот чем он запугивает. Да, я не хочу в это углубляться. Суть в том, что женщина говорит, что она его любит, что она, возможно, сама ненормальная, как она пишет, что может быть это во мне что-то не в порядке, может я сама его спровоцировала, и что он вообще золотой человек, по крайней мере раньше был. Из всего из этого я делаю вывод, что действительно женщина находится, во-первых, в глубоком газлайтинге. Это тогда, когда тебе причиняешь огромный вред твоему здоровью, и психологически, и физически. И при этом при всем абьюзер внушает тебе, что ты сама виновата, что ты сама спровоцировала, и дело, собственно, не в тебе, а в нем. Хотя именно мужчина изменял, а женщина, получается, просто попала под горячую руку. Хотя я вот лично считаю, что если мужчина воспитан правильно, он никогда не поднимет руку на женщину, как бы там что ни произошло. Ну просто у кого-то в мозге идет на это стоп, да, срабатывает, что женщин, детей бить нельзя, ни в каких ситуациях, просто нельзя и все. И когда вот это вот происходит, да, что женщина начинает себя винить за то, что такое произошло, и что может быть она сама ненормальная, и что может быть она сама какой-то нарцисс, и дело в ней, для меня, как для психолога, это верный признак того, что действительно с ней все в порядке, у нее есть самоанализ, причем до такой степени, что даже она винит себя в том, в чем она не виновата. Это, безусловно, абьюз, это, безусловно, газлайтинг и адреналиновая зависимость. Мои девочки, вот все, кто сейчас находится в такой же ситуации, я хочу просто сразу ко всем обратиться, может быть, до кого-то, до сердца дойдет, мои слова дойдут, и может быть вы именно сейчас что-то начнете предпринимать. Потому что, видите, что самое ужасное, что женщина в такой ситуации, она даже, по сути говоря, не просит помощи. То есть она говорит, я не нуждаюсь в консультации, я просто хотела поблагодарить за видео. Что я еще не созрела, я еще не до конца поняла, что он не может поменяться. Еще есть какая-то надежда. Вот я вам хочу сказать, когда такое происходит, и уже мужчина на вас поднимает руку, когда такой трэш происходит в отношениях, он будет это делать снова и снова. Мы все сейчас с вами наблюдаем, вот просто в режиме онлайн суд, который проходит над экс-министром Казахстана, как он убил свою жену Салтанат. Ну, пока что он является подозреваемым в убийстве, но понятно же, что все факты налицо, и видеозапись есть. Мы все сейчас с вами наблюдаем этот процесс и должны сделать правильные выводы в жизни. Нам всем это должно быть как поучительным урокам, что если мы не уйдем сегодня, то завтра с нами может случиться то же самое, что случилось с Салтанат. То есть мы просто погибнем. Чем бы человек вас не запугивал, начиная от того, что он там, может быть, интимные фотографии куда-то распространит, или он перестанет вам как-то помогать вашим детям, или, может быть, он пугает вас еще чем-то. Знайте, пожалуйста, одно, что ваша жизнь намного дороже, и что в целом ваши дети могут, в принципе, остаться без мамы, остаться только с этим человеком, который очень опасен. И ваша жизнь, она сейчас исчисляется не на года, не на месяца, она исчисляется на дни. То есть каждый день, если вы не будете предпринимать каких-то попыток уйти из отношений, то вас очень скоро может не встать просто-напросто. Я хочу вам сказать, во-первых, вы ни в чем не виноваты. Вы, еще раз повторяюсь, пока у вас не образуются новые нейронные связи, пока вы до конца не уясните эту простую мысль, вы ни в чем не виноваты. И нет никакой причины, ни одной причины того, чтобы мужчина поднимал руку на женщину. Нет такой причины. Вы не являлись провокатором в этой ситуации, если мужчина сам вам изменил. Это он совершил плохой поступок, и при всем при этом. Знаете, почему он вас ненавидит? Потому что человек, который совершает плохие дела, он всегда начинает в своей голове искать причины в жертве, особенно если это нарцисс. Потому что ему надо как-то оправдать свой поступок. И нарцисс будет, естественно, виноватить жертву в своих же косяках. Если вы будете продолжать играть в эти игры, то вас ждет смерть. И то, что вы называете любовью, вот как эта женщина, она тоже называет это любовью, она говорит, что я люблю его, это не любовь. Просто примите эту мысль и запомните. Напишите себе где-нибудь. Очень хорошо действует, когда мы начинаем анализировать, еще и писать, что это все называется адреналиновая зависимость. Говорила, и еще раз буду повторять. Адреналиновая зависимость. Когда мы тянемся к своему тирану, потому что мы привыкли вот к этим эмоциональным качелям, когда сегодня все плохо, завтра все хорошо. Мы привыкаем к этим острым ощущениям. В наш организм попадают дозы адреналина, кортизола. И на какие-то минуты, на какие-то мгновения мы даже испытываем некоторый кайф. Потому что организм нас защищает от этих всех потрясений. Точно так же, как испытывает кайф человек, который прыгает с парашютом. Ему страшно, адреналин попадает в кровь, и он кайфует от своего полета. Хотя на самом деле он может тоже разбиться, может произойти несчастный случай, да, все что угодно. Но так работает наш организм. И это все тоже как бы иллюзия, да. Хотя на самом деле от этих отношений ничего хорошего уже не осталось. Там только сплошные манипуляции, боль, страх, опасность. Проблема в том, что вы сейчас до конца этой опасности не ощущаете. Даже если на вашем лице фингалы, даже если вы уже действительно попали в самые жуткие обстоятельства. Если вы сегодня не сделаете попыток над тем, чтобы уйти, завтра будет уже поздно. Обращайтесь, пожалуйста, к своим знакомым, друзьям, чтобы, во-первых, у вас было место, где вам пережить какой-то момент жизни, когда уже дошло до таких крайностей. Никаких обсуждений с этим человеком уже быть не может. То есть даже вступать в такой диалог, что ну все, я уже решила, мы расстаемся, разводимся. Мы это ничего не обсуждаем, мы просто бежим. Мы просто бежим. Куда-то скрываемся, когда у вас уже какие-то синяки, когда уже все дошло до этого. И все остальное мы делаем дистанционно с этим человеком. И раздел имущества, и так далее, и тому подобное. Все делаем уже на расстоянии, через юристов. Потому что каждое выяснение отношений будет заканчиваться новыми побоями, которые могут закончиться смертью вашей. Еще раз повторяюсь, вы ни в чем не виноваты. Это не любовь, это адреналиновая зависимость. И никто не имеет права поднимать на вас руку. А если человек вам изменил, значит это уже конец отношений. Назад пути нет. Эти отношения уже не существуют. Мои дорогие, берегите, пожалуйста, себя. Я очень надеюсь на то, что вы действительно осознаете и примите правильное решение в своей жизни. Если вам нужна моя помощь, мой телефон, как всегда, в описании видео. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok